Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 837, Псалом 40, 12 стих. «И с того узнаешь, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь перед лицом твоим навеки». За 30 марта 2018 года. Сегодня 31. Екатерина Г. «Мир всем! Христос посреди нас!» «Здравствуйте, дорогой Игнать Тихонович!» «С Божьей помощью раздаю Святой Евангелие, что, конечно, проще сделать, чем проповедовать и благовестствовать, а что, конечно, труднее и не всегда получается. На работе, где меня все знают, Евангелие берут, только не все привыкли брать бесплатно, а пытались расплатиться. Но когда я сказал, что оно раздается по благословению Патриарха Кирилла бесплатно, то взяли спокойно. Пыталась раздавать в аптеках и магазинах, где не брали. Одни потому что говорили, что у них оно есть, а другие пугались, принимали за сектантку. То же самое пыталась сделать и на улице. И результат тот же. Принимают за сектантку. Хотя я сразу говорю о себе, что я православная христианка. У нас точно такое же. Была она Кузьминиша, она сейчас жива еще, Ельникова. Она подает, а бабка там копается в сумочке что-то. Взяла, все. Едет она в электричке-то. Она говорит, что деньги не надо, мы бесплатно раздавали. Бесплатно она сразу бабка посуровила. На! Хитрые сектанты раздают, православные бесплатно. Да когда православные бесплатно отдавали-то, то прокололась, дескать, на этом. Вот и все. А когда раздавала в своем храме, где меня хотя бы знают и видят, то брали те, у кого не было, только спрашивали. А из какого вы монастыря? Потому что одеты. И нас точно так же спрашивали здесь женщины. А что это Евангелие раздается бесплатно, многие уже знают, так как у нас в городе была православная ярмарка-выставка, на которой эти книги раздавали. Молилась я о том, чтобы мне Господь помог благовествовать. И вот недавно моя соседка попала в больницу. И мне представился удобный случай для этого. Заходила в некоторые палаты со словами «Мир всем!» и спросив, есть ли среди них православные, раздавала Евангелие. А сегодня поехала специально в храм, на молебен о ненужных, который находится на территории городской больницы. На молебне было человек десять, один батюшка, двое певщих, трое служащих у подсвечников, и все. Понимаете, вот это православие сегодняшнее, ну кому оно это нужно? У подсвечника. В одном храме мы тут были, кажется, Большой Улуй. Зашли, никого нету. Потом налево посмотрели, а там закуток такой. А, торговая точка. И никого нет, один батюшка стоит за прилавком. Никого нету. И он не то, что ждет кого-то побеседовать. Нет, он стоит, что-то купите. Перед началом службы я подошла к батюшке и подарил ему свои стихи и журнал «Душа». А так как я была одета по форме, длинная юбка, кофта с длинным рукавом и два полотка под полулавку, то у него, естественно, возник вопрос. И он спросил, а ты откуда? Я ответил, местная. Посмотрев на стихи, спросил, а ты ее знаешь? Я ответил, да, знаю. И поняла, что он меня не помнит, а хочет еще задать вопросы. Но так как мы стояли в храме, то я решил отойти от него. То есть стихи она написала, а она автор-то, а ты ее знаешь, эту женщину? После молебна я зашла в церковную лавку, которая находится вне храма в отдельном домике, но в церковной ограде. Там работала как раз моя знакомая сестра, с которой мы ездили в Москву на воздвижение Креста Господня. И где она еще с еще одной сестрой... С еще одной. Да, я сказал. Прияли к крещению. Приняли к крещению. Эта сестра еще до крещения стала повязывать платок под булавку. И батюшка-отец Александр сразу же этим заинтересовался и спросил, а почему ты так повязываешься? Она ответила. Это благословение моего духовного отца. А-а-а, тогда все понятно, ответил он. С тех пор она так повязывается и в храме, и в лавке. Но в лавке у нее было искушение. Как-то пришли две женщины, и сказала ей одна, а что ты так повязываешься? Я читала в интернете, что так повязывались в Каринфине блудницы, которые заходили в храм. То есть им не разрешали входить в храм. А если они входили, то должны были так повязываться, чтобы их все видели, кто они такие. Все надо придумать, вот это, как сейчас нападают. Вот вы Пасху печете. А что Пасха? Ну вот, посмотрите, она кверху утолщение, это фалос. И сверху поливает это мужское семя. И она пишет, надо, я теперь в рот не возьму эту Пасху. Все, больше ничего не надо. И вот интересно, когда Господь будет суд этот наводить, страшный суд, вот что будет? Кто спасется? Люди ничего не могут, полностью обуянные дьяволом. А вторая женщина подтвердила первой, сказав, да, я вот тоже видела и слышала такое. Я успокоила свою сестру, сказав, что они собирают чужую блевотину. Да, если бы и было такое, то какие-то там мы православные христиане, и какой дадим ответ перед Богом, если уж блудницы повязывались благочестиво, а мы кое-как, и шея, и грудь, и волосы, все напоказ. Сестра перестала повязываться под булавку в лавке, а только в фраме. Но отец Александр сказал ей, что, мол, так очень благочестиво, и пусть другие завидуют ей, и берут пример, и что, мол, пусть и в лавке так повязывает, и она снова так повязывается. Слушай, не Евангелие пропадает, нет, самое простое, не знаете еще, как будто все придурками какими-то стали. Но сегодня у меня с этим батюшкой произошел невольный разговор, точнее сказать, я просила Бога, если будет его воля на разговор, то пусть будет и поможет мне Господь о чем и как сказать. Да, перед началом молебна я еще брала благословение у этого отца на раздачу Евангелия, на что он благословил, ничего не спросив. А когда я была в лавке после молебна, то зашел отец Александр и спросил, читаешь эту книгу? Я держала в своих руках как раз новый завет с толкованием блаженного филакта и ответила ему, да, и пытаясь изучать. Он присел у окна, а я подошла и не знаю, почему вдруг спросила его, батюшка, а что вы сегодня не говорили проповедь? И видно, это самый больной вопрос для него оказался, так как он обиделся, хотя и не подал виду. Но сразу о многом меня расспросил, где живу, есть ли муж, есть ли дети, где работаю, какой мой приход, есть ли духовник и как он одевается, что для меня самое главное, как часто исповедуюсь и как причащаюсь, служу ли при храме, кем работаю, ответила просто, замужем была, имею двоих взрослых детей, простая прихожанка, при храме не тружусь. Для меня главная цель, чтобы имена наши были записаны в книгу жизни. Из чего, говорит, захотела? Да, проповедь и благовестие иметь. А работаю я в престижном лицее всего лишь под тирушкой. Ну, то есть в уборщице. О проповеди я сказала, что вот до него был отец Дмитрий, и что он хорошие проповеди говорил. И вот и сегодня мне хотелось бы послушать проповедь, на что батюшка сказал, что я этим якобы принижаю, а отца Дмитрия восхваляю. Ну, подумай, как. Вот действительно, один был из баптистов, пришел здесь уже, все, в церковь ходит, и вышел и говорит, у меня такое впечатление, что Бог набрал у вас тут одних дураков, говорит, или никогда их не избирал. Вот шатаются, ходят, как Осипов говорит, и приходят в храм и служат бесам, бесам, демонам. Мешают, передают, не помолиться, ничего. Да ты же их воспитал таким-то. Ты же не сторонний из детства. Попыт, это твои выкормыши. Дальше. Я дважды попросила у отца Александра прощения за то, что я не думала его обижать, а отца Дмитрия хвалить. Просто я заботилась о проповеди. Он меня еще спросил, у тебя, наверное, есть любимый батюшка? Я ответила, нет, для меня все одинаковые. Я за многих молюсь, да и вас, протерея Александра, поминают. Он говорит, да уж ладно, меня так, меня не так называют. У меня другое имя, Поп Сашка. Я говорю, батюшка, ну простите, я не хотел вас обидеть. Он говорит, зачем брови красишь, соблазняешь? Заметил, он смотрел, и... Я говорю, да вот когда человек пришел к Богу, без ноги или без руки, не вернешь ведь их? Не вернешь ведь их? Да. Вот это вот четко говоря, а так это туманно слова, их даже не слышно. А вот я пришла без бровей, так уж получилось. Но в салоне красоты не хожу, сама рисую, как умею, ведь татуировки запрещены. Он, а ты рисуй не узкие, а широкие. Да еще он спросил, как я проповедую. Я, я раздаю Евангелие, сейчас пойду в больницу, у меня там соседка лежит. Он, а кто тебя благословил на это? Я, батюшка, так вы же и благословили в храме. Он, я этого не слышал. Ты, если хочешь, чтобы тебя услышали, то должна была говорить громко об этом, чтобы все слышали. То есть понимаешь, как будто бы разговор идет, это в доме умалишенных. Это хотят такое православие, где-то привыкнуть. Об Евангелии нет речи, что-то он обиженный где-то, выходит полупьяный, табаком воняет от них. Это не мои слова, это патриарх Алексеев II Ридигер говорил, что больше жалоб поступает. Я, а я подумала, что вы слышали, так как благословили и ничего не спросили. Я стояла близко лицом к лицу, когда говорила, а не в поклонник земле. Он, это моя территория, так как храм находится при больнице, и мы сами раздавали Евангелие. Да и сами будем раздавать. А если вы тоже хотите потрудиться, то приходите к нам. А то тут врачи жалуются потом, что сектанты ходят, всяких мастей. Я, я говорю, что у меня благословение от моего духовника есть, а кто он и откуда именно не сказала. Только то, что духовник игумен, и от меня далеко живет. Он, а где ваш духовник, и кто он? Вот вы придете к своему храму, вот вы придете к своему храму, и там раздавайте Евангелие. А то у меня будут потом вопросы от митрополита. Они же придумывают все. Возьмите и вашим священникам скажите о проповеди. Вот вы пришли, и сразу учить меня взялись. Вот оно это опасное вообще. Они знают, не просим они всем веке не в будущем. Они знаете, как люди на молебнах плачут, что им сказать? Одеты, то вы благочестиво. Одеты, то вы благочестиво. Это не слово отдельно, экспрессивно показывает. А сами учите, зная вас таких, насмотрелся. Приходят и уходят неизвестно куда, а вот построить храм их нет. Чего подговаривался? Я. Да знаю, что вы строили этот храм. Все вы. Каждому свое. Да что с меня взять-то? Знаю, что вера без дел мертва. Но с другой стороны, и дела веры надо скрывать от людей, так как их Бог знает. Я имел в виду, что знает Бог, что и когда я сделал и для этого храма. В общем, вы не благословляете раздавать Евангелие в больнице. А ведь Господня земля, и что наполняет ее? Да и в больнице лежат люди со всего города, а и они прихожане из других храмов. Ну ладно, батюшка, благословите, я пошла. Он. Иди, навести свою соседку, а Евангелие не раздавай. Это священник. Она все подробно пишет. Я посетила свою знакомую и по пути зашла в другую палату, в которую заходила в прошлое воскресенье, где, как оказалось, меня с радостью встретили, как будто ждали. Там раздалась новая Евангелие, сказала небольшую проповедь, дала также для прочтения журнала душа свой сотовый телефон и ваши визитки, и немного рассказала про вас. Две души мне очень были рады, и мы хорошо общались, договорились. Если Бог даст, встретиться в следующее воскресенье, да поможет нам Господь. Вот, Игнать Тихонович, такие мои дела. Очень хотел выйти сегодня с вами в скайп, но он исчез из ноутбука, а мы с дочкой без зятя не смогли его установить снова. Прошу ваших святых в молитв. Я славяю Господи. Да еще хожу теперь к соседям для занятия по вашему трехтомнику. Там мама и дочка интересуются, а вот бабушка их как раз лежит в больнице, в которой я ходила. И всех, а точнее я много лет назад приводила в храм на крещение. Их всех, запятая, а точнее я, а точнее я, у тебя смысл другой закладывается при интонации, а точнее я, много лет назад, и дальше подожди. Их всех, а точнее я, много лет назад приводила в храм на крещение. Но, конечно же, было мочение голов. Теперь вот хочу исправить и свою ошибку. Да, жаль только, что отец Кирилл просил меня, чтобы я больше к нему никого не привозила. У него гонения от других священников. Это в Москве. Отец Кирилл знакомый. Придется посылать всех на Афон, Иерусалим и к вам. Уж простите, иначе благовествовать я не смогу. Ведь я уже буду говорить про полное... Не, я не уже, но ведь я же буду говорить. Же. Ведь я же буду говорить про полное погружение. Спаси и вас, Христос. Иной Тихонович. Надежду Васильевну и две ваши общины всех поминаю, кроме Романа. Всем поклон, жду ответа. Здесь точно так же было у нас. Милославская Ольга, она и на Кине. Вот ходила, при церкви работала, там разную атрибутику продавала. А потом стала ходить на наши занятия в университет. Ну, и видит, что неправильно крещеная, сама стала готовиться. А я материалы раздавал, у нас газетная вставка там была, вкладыш университетский. 25 тысяч экземпляров только что издали. Ну, люди-то ничего не знают. А священник, говорит, приходит, у него с собой чашка воды в руках. Так, кому креститься? А это при городской детской больнице, или парковой, там много людей. У нас дешевле, церкви там стоят полторы тысячи, а у нас только за тысячу, там вот так вот. и я ему говорю, потом батюшка, отец Вячеслав, но эти люди-то ничего не знают. Им говорят, ну ты и говори. Ну, я посчитала за благословение, стала говорить. Он в следующий раз приходит, я говорю, надо готовиться, катехизировать людей. Он пришел, к кому? Никто. А что это такое? Все время хоть несколько человек, ну, еще он, пальцами мокрыми там заденет, тысяча там, или сколько рублей, готово делать. Почему никого нет? Он говорит, ну вы же сказали, говорите, я стал и говорить, люди сейчас готовятся, а перед выпиской тогда он может из храм сходить будет. Ты что делаешь? Я тебя разве благословлял на это? Он вышел с пустыми руками-то. Ну, дома-то видно, жене, другим сказал, деньги сегодня принесу, там пойдем куда, в театр, ну, как вот, в Кемерово. Ой, как они поднялись на нее, что делать-то? А этот Вячеслав, он крутой такой, шальной, сказать. Он, что говорит-то, выгнать ее, вытарить и все. И так и сделали, сразу ее выкинули. Но она же работала у них там сколько, года два. Теперь на другую работу приходить, биржа труда пришла, ей надо, чтобы биржи труда, чтобы последняя работа, где-то исчислилась-то, трудовую-то, показать-то. А у нее нету, они, говорит, не поставили, ну-ка иди поставь. Она пошла, какая у тебя работа, пошла вон, и выгнали ее. И она пришла, говорит, а что делать? Я говорю, ну, я говорю, епископу написать. Епископ, это патриархийный, ни слова, никуда. Ну, а епископ был в это время, этот, Дмитриев, Максим, он сейчас в Ельце. Ну, и ответа нет, она пришла опять, ничего делать. Я говорю, ну, патриарху напиши, по инстанции как. Ну, только не ответь, это муляж, их нету нигде. Это вот я обращался, там, допустим, прокуратуру, по деревне, так у них как сейчас? Сначала они говорят, какой ход дан, кто будет разбираться. Одна бумага пришла, потом вторая. А тут так, приходишь, я говорю, я пригласительный принялся, епископу, Максиму, у нас деревня, день деревни, и дать, я говорю, передать надо. А у нас не принимают, только в четверг, там, с 10 до 12. Да мне он не нужен заходить, мне только бумагу передать, но я вам сказала, там, когда заходишь, проходная. Да как так, я в краевой администрации был, в КГБ зашел, и везде передал, пригласил, и никого. Нет, у нас не так. Да что это такое-то? Даже тут уже, не просто так, закрылись-то, они замуровались, запечатались, заварили себе двери. Я потом выскажу. Ну, Бог дал другого епископа, митрополита сейчас, Сергия Ивановича, тут все по-другому. Приходи, никто тебя не задержит, по территории, и все. А тут похоронили перед этим вископом, митрополита, ищущий Антония-то. А он ни с кем не посоветовался, ничего, ночью раскопал его. Люди-то приходили, на могилу-то, и похоронил. Ну, тут поднялся гвалт, попутно сказать, выступили неправильно, во-первых, санэпидемстанция должна была быть, родственников не спросили, ни священников не предупредили, ну, никого, самовольно, хулиган просто. Ну, это дошло, до Синода, а оттуда пришло ему порицание, и, что вы, статью о порицании напечатали в местном журнале Алтайской миссии. А тут кто-то взял, да и видимо посмеялся, вышел только, их номер вышел, журнал, или как назвать, мурзилка я называю-то, и ему крестик подрисовали, на шапке-то. А он-то еще такой епископ, не архиепископ, как он заиграл, всех семинаристов посадили, и они везде закрашивали, и закрашивали, иначе за это то самозванное, то другое. Вот только рассказываешь, так неужели так, да, и тогда она подала в суд. Ну, суд решили, их принудили. И священник Георгий Титов у них был, он юрист, видимо, образование имеет, ну, он их представитель был-то, и он говорит, нет, она не работала. А тут идут те, которые рядом работали, в киосках, женщины, а мы, говорит, каждый день ее видели, она с нами вместе, начинала в 8, там в 6 оканчивала. А судья была, Мина Васильевна Жемоедова, она, оказывается, меня хорошо знает. Ну, она решила все в ее пользу, Ольге, этой, Милославской. А потом я эту судью встретил, и говорю, «А как вы сразу поверили?» «Да я сразу поняла, что они лгут». Лгут. А в коридор вышли, и отца Георгия спрашивают, «Ну, вы сказали, что она не работала». «Ну, вы же знаете, она работала». Он говорит, «Да, конечно, знаю». «Да как же вы сказали, не работает? А что мы должны делать, когда нам суд подала?» То есть выиграть, любыми, да какой же вы после этого священник-то? Так этот священник не самый худший. Не пьет, не курит он, и одна только жена у него. Нормально. Но вырешили немного. Она пришла, что делать? Я говорю, «Ну, в Краевой суд подал». То есть по инстанции эти. И Краевой решил в ее пользу и дальше. Но она ведь такая неугомонная и стала расклеивать везде по городу о том, как крестить надо правильно. И тогда выступает архиерей, он хулиганец-то ведет себя. Уехал и там уже, драку устроил, и на него все там поднялись. И здесь был так же и там. Но мы за него молимся. У нас священник говорит, ни одного, нет у них совещания, в епархии, чтобы он вами не начал и вами не закончил. Но перед концом его патриарх как двинул, чтобы с Потеряевкой там поладили, так он говорит, я на вертолете готов прилететь. А батюшка говорит, да садиться негде. Вот такая вот беда. А вот теперь... Инатий Лапкин, мир вам, дорогая Екатерина, голубушка. Неужели вы брови красили? Выбросьте всю эту пакость в ворну и ни-ни. Никогда не прикасайтесь к лицу своему, чтобы дать губам или иному, чему иной цвет. И прочее. Сохранить естественным. Как говорит таким красильщиком святой Ян Златоуст, что если Бог не дал красоты, то на полтинник ее не купишь. А святой Ефрем Сирин еще яснее сказал, для чего женщины красятся, чтобы завлечь чужого самца. К этому никогда не возвращаемся, потому что даже священник обличает вас. Вы дали ему большой плюс. А в остальном только радость. Везде благовествуй и всюду неси свет Христовой любви. Крещение у нас будет 9 июля, в воскресенье. Это не 9-го, 8-го. Я посмотрел, тут небольшие ошибочки. Так что готовьте людей и с миром в гости. К нам из Франции, Германии, Италии приезжали креститься. А это намного дальше, чем ваш уют. Письмам вашим всегда рад. Жду вашего выхода по скайпу и пишите чаще. Романа А. Другой Роман еще. Роман А. Инать Тихонович, благодарю за ответ. Я скрываю их, потому что тут есть такой вепрь, я его называю Дикий Вепрь, Кабан. Олег Сват. Весом 150 килограмм сидит еретик, лютый еретик. И он на этих людей сразу начинает их заворачивать своей блевотиной с дерьмом своим. То есть совершеннейший безбожник и лютый ненавистник православия. Троицу ненавидит. Поэтому я стал фамилию не писать, а одну букву. Невозможно. Ну, что сделаешь? Часше исповедуйся, чаще причащайся. Только я вас прошу, не присылайте ничего. Я всем доволен. Вот так. То есть получилось так, что у него пришла книга от нас, и мне не хватает, ну, называется, тетрадка там внутри еще состоит, там на 30 страниц. Ее нету. И он все это снял, показал, как она перед картинкой. Ну, все, ее нет. Это я решил адрес у него выпросить и прислать ему новую книгу. Она стоит тысячу рублей. А он говорит, не присылайте ничего. Это в типографии там у них машина где-то не было. За год первый раз. Вот я бы мог никому не говорить об этом. Я открыто говорю, но типография. Это типография не у нас здесь, а это Горно-Алтайская автономная республика. Воспользуюсь электронной версией этой же книги, чтобы восполнить недостающие. Я не хотел вас зря беспокоить. Без зэ, вы что, почему? Без, чтобы не было. Без, беспокоить? Так, нет, это ошибка. Но тоже дали знать, что без, это без упоминаешь. Просто решил сообщить о таком дефекте, чтобы исключить такие ситуации для других читателей. Никак не исключить, если оно будет, потому что книги отсылаются, каждую книгу не будешь ее до конца листать, по страницам проверять. Это невозможно. Первую книгу я уже прочитал и дал своей хорошей знакомой. Она успела прочитать Евангелие от Матфея. Тоже очень довольна. С уважением, Роман А. Михаил Г. Окружающая среда и выбросы ужасны. Вот я дал статистику, я ее могу показать даже. Голодающих и страдающих от ожирения. Вчера и прошлое воскресенье Алексей Ильич Осипов разговорился о мировом правительстве, о целях сокращения природонаселения и экологии ужасной. Наверное, собрался уходить с работы. Потому что выгонят за это, а не скрывают. Но это еще он еще не сказал, кроме того, что есть. Юлия, святым во Христе доброго времени суток за предложение «Спаси Христос». ягоды, босиком ходим. Все это для деток, для их будущего мощнейшие углы в основании. Не будете чахнуть там. Сибирь источник самой здоровой жизни. Они и Гитлера повернули под Москвой. А остальные там мерзляки. Нынче собирается к нам Наталья Усата из Германии. С ней начни переговариваться и вам будет легче. У нее опыт большой. Муж сириец и трое детей, кажется. Сегодня у нас занятие по скайпу по изучению Святой Библии по трудам святых отцов Вселенской Православной Церкви. Заходите. Она тут будет и познакомитесь. Только не зная с середиками. Они вне Церкви Христовой. Наследники Дафана Авероны Корея. Число 16 глава. Их милостивый Господь Бог живем в ад отправил. У нас идут занятия по изучению Святой Библии по толкованию святых отцов Вселенской Церкви. Проводится по средам пятницам и воскресеньям 14.00 по московскому времени Откровение Апостола Яна Милости просим. Занятия по изучению Библии прослушать можно здесь. Сначала напишите, чтобы вас занесли в список и подключили. Это нужно делать перед началом занятий. Занятия ведет Пупков Сергей Павлович. Присутствовать может любой. Евгений Требко Турция готовит 100 боевых самолетов и 500 ударных вертолетов для вторжения в Израиль. В британском здании экспресс появилась статья, в которой специалисты рассказали о том, что власти Турции помышляют о начале массированного военного вторжения на территорию Израиля, что в свою очередь вызывало большой резонанс в европейском обществе. Как следует из данных, приведенных британскими специалистами, власти Турции могут развязать Третью мировую войну, поскольку речь идет о массированной воздушной наступательной операции на израильскую территорию. В частности, по приводимым изданиям экспресс данным, в операции должны принять участие не менее 100 боевых самолетов и около 500 ударных вертолетов. По информации, представленной специалистами, фактически, президент Турции Реджеп Таиб Эрдоган предлагает создать армию ислама, которая будет включать в себя 57 стран членов организации исламского сотрудничества и нанести сокрушающий удар по Израилю. Фактически, это означает, что планы турецкого президента подразумевают под собой крупнейшую наступательную военную воздушную операцию в истории человечества. Виталий Калиников Армагеддоном попахивает Евтушенко Сергей Когда речь идет о словах британских специалистов, это вызывает только смех. Тем более, у Израиля есть ядерное оружие. Британия это шут, не более того. Виталий Калиников Британия рулит миром, но остается как бы в тени. Евтушенко Сергей А я хочу на Луну, так что из этого? Польша хочет быть от Средиземья до Балтики. Россия восстановить РИ. Это все хотелки. Это все хотелки. Да и у Турции нет шансов в воздушном бою против Израиля. Просто получит несколько ядерных зарядов по своей территории и все. А эти высказывания связаны с тем, что Эрдоган ведет свою политику в Сирии. Если конкретнее, он наступает на интересы Британии и Франции в районах, контролируемых курдами. Сергей Пупков Сегодня интернет уже заканчивается, а продлять позже буду. Экономлю время и деньги на компе Фроликов Игнать Тихонович мир вам. Скоро в конференции, где я облегчаю братьев, будут в кавычках отправлять меня в Сирию благовествовать. Игнати Лаптин Я просился у Путина к игиловцам, но меня тормознули. Ты, Роман, более удача в этом плане. Отличный глубокий стих. А так кто-то пишет на мое стихотворение. Я его понимаю и полностью осознаю через призму своего развития во Христе. Слава Иисусу Христу! Спаси Господи вам, Игнать Тихонович. Понимая вашу любовь к людям, я осознаю с каждым прожитым днем, насколько я жалок своей гордости. Помолитесь за меня, грешного, чтобы Бог мне дал такую же любовь к людям, как у вас. Рустам пишет в Гусейнов. Мы читали уже. Густам Русейнов. Мир вам, читая Евангелие с толкованием блажен Филакта Болгарского, и нахожу, что слово Бога, а также умозаключения отцов церкви, таких как Иоанн Златоуст, полностью схожи с моим восприятием псевдоправославных христиан в храмах в наше время. Вот пример. Святитель Иоанн Златоуст пишет о положении в храмах в Константинополе в 5 век христианства, что церковь превратили в зверинец, заполнивший его номинально... Заполнивший. Заполнивший ее номинальными христианами. По названию только они. Он пишет кавычки Я не вижу людей, а вижу стадо лошадей и свиней. Кавычки закрыты. Мои слова, которые я писал по этому вопросу, псевдо-православной свиньи, Скотт. О чем это говорит, Игнать Тихонович? Конечно же, не о моей жестоковыенности по отношению к людям в храмах. Это говорит о том, что я рожден свыше православным христианином. Еще в утробе матери. Слава Господу Иисусу Христу. Аминь. Такого никогда не слышал еще первый раз. Евтушенко Сергей. Но проблема этих стран в том, что без США они могут только из-под шконки крякать и травить бывших предателей. Клоуны не более того. Роман Фроликов. 1 Иоанна 3.13. Не дивитесь, если мир ненавидит вас. После посещения храма мы обязаны пойти на благовестие, чтобы по нашей любви к людям и к Богу слава ему. Другие люди тоже имели возможность изучать слово его, как и мы делаем. Кто так не делает, не благовествует. В том нет любви ни к людям, ни к Богу. Хвала ему. А раз нет любви, то значит в том ненависть к нему и его слову. Несмотря на все слова о любви якобы к нему и якобы к его слову. Противящиеся своему благовестию и отговаривающие других благовествовать под любыми благовидными предлогами на самом деле выдумали себе Бога и назвали Его Иисусом Христом. Но их Христос не евангельский, а придуманный ими по их толкованию Евангелия, а не по толкованию святых отцов Церкви. Поэтому мне видится те, кто помогал когда-то Игнать Тихонович в интернете с изданием книг со строительством деревни на евангельских традициях через какое-то время стали хулить Его. То есть они строили свой дом на песке своих или не своих человеческих вымыслов про Него. Ну так вот Роман если дальше так вот будет, то вполне даже может он уклониться в ересь и уйти из тектанта куда-нибудь. Евгений Трабко Христос Господь наш начал свое служение только в 30 лет. До этого времени 30 лет у него была подготовка. Дух Святой сказал Павлу что его благовестие иудеи не примут но Господь его пошлет далеко к язычникам. В деле благовестия вы роматфроликов за людей не решайте когда им надо благовествовать после ли посещения храма или до него. Дух Святой сам наставит своих чад Божьих и поведет их в деле благовествования своей рукой. Без водительства Духа Святого никакое благовестие по человеческим желаниям по плоти не будет успешным. Роман Фроликов А почему вы решаете что мне говорить и делать? Что мне говорить Да что говорить и делать как мне решать или как мне не решать Дух Святой он автор благовестия не мы мы карандаш а он пищущая рука если сам Дух Святой не поведет благовестие не будет успешно Симон сказал ему в ответ наставник мы трудились всю ночь и ничего не поймали но по слову твоему закину сеть сделав это они поймали великое множество рыбы и даже сеть у них прорывалась Луки 5 глава можно без водительства Духа Святого ходить на благовестие и ничего не поймать люди будут закрыты для благовестия сети останутся пусты Роман Фроликов вот именно что плод от благовестия в его руках в наших руках лишь исполнение его заповеди нам мы должны перед ним идти на благовестие каждую неделю как минимум один раз в воскресенье Евгений Трапко Моя я не обещаю вы можете заснять на видео ваше благовестие Роман Фроликов если у вас есть второй помощник в деле благовестия пусть заснимет вас как вы это делаете пусть люди увидят вас какой вы на деле благовестия вы призываете к делам благовестия покажите прежде всего себя на видео как вы сами делаете фотографии с красным евангелем недостаточно если заснимете на видео получится ваш живой формат благовестия на деле у вас есть возможность заснять на видео ближайшее благовестие после литургии Роман Фроликов вы сможете заснять на видео образец вашего благовестия и выложить потом это на ютуб канал чтобы и другие участники группы увидели на деле ваше благовестие к чему вы призываете каждый день здесь группе да или нет посмотри Роман Фроликов а тут стоит запятая вот она а здесь Роман Фроликов стоит двоеточие в чем дело это значит его уже разговор вот это его разговор а тут он говорит Роман Фроликов это обращение к нему да Роман Фроликов у меня нет такой технической возможности да это и не надо достаточно видео на канале во свете библии тем более что я только повторяю слова Игнатия Тихоновича и Слово Божие горе мне если не благовествую кто любит меня тот заповеди мои соблюдет а его заповедь всем без исключения идите во все народы благовествую им и крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа эти слова Игнатия Тихоновича и Слово Божие обязывают каждого благовествовать каждую неделю хотя бы один раз воскресенье воскресенье это первый день недели был всегда до реформ мирской власти Ксения Юрова мир всем Роман простите объясните мне пожалуйста раз заповедь которую вы указываете всем без исключения то вы и крестите или я что-то не так поняла Ксения Юрова Роман а его заповедь всем без исключения идите во все народы благорестуя им и крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа ну вы же сами говорите что заповедь всем без исключения значит и вы и мы должны крестить Роман Фроликов я вам ответил Ксения Юрова простите я не понимаю вашего ответа Евгений Трапко и он поставил одних апостолами других пророками иных евангелистами иных пастырями и учителями Кофисянов 4.11 Галина Влейская мир вашему дому Игнать Тихонович где-то в сетях мелькнуло сообщение об адресе издательства красных четверо Евангелия для бесплатной поставки но не подцепило сразу их адрес искала не нашла может вы подскажете этот адрес чтобы нашей общине получить это издание бесплатно на приходе было много и мы все уже раздали на многих интернет магазинах их продают по 40 рублей за книгу спаси Христос православные обязательно будут написано не подлежит продаже это для них ничего не значит Сергей Астахов Игнать Тихонович здравствуйте такой вопрос какие продукты запрещены у вас в детском лагере считал что кетчуп и майонез и конфеты а какие еще Игнатий Лапкин соблюдаем строго все посты православные разные всевозможные напитки магазинные приправы магазинные арбузы дыни разные консервы то есть что именно я сейчас стал припоминать это ну примерно так вот домашнее что-то бывает там изготовлено неизвестно кто готовил как ну вот такое боялись чтобы не было отравления и по милости божьей 45 лет никакого отравления ни разу не было сколько у нас там 43 минуты уже 43 ну тогда все на сегодня сегодня суббота у нас Лазарев суббота вот считал Володя Пасченко пошел у нас сегодня надо уже нету